25 лет на линии фронта в прямом и переносном смысле. В эти дни специальный отряд быстрого реагирования СОБР отмечает юбилей. Бойцы этого элитного спецподразделения всегда готовы к выполнению служебного долга и защите Родины. За четверть века они провели сотни успешных боевых операций. Они всегда на боевом посту, в любую минуту готовы оказаться там, где необходима помощь. СОБР – это высокоподготовленные сотрудники, работающие как единая система, единый механизм, где конечная цель – выполнение операции. Работа, которая требует профессионального подхода, полной отдачи. Жертвуя собой, ради благополучия соотечественников, вы делаете все возможное, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в нашей республике и в нашей любимой России. Урожаю уверенность, что и пред личный состав, равняясь на достижения наших уважаемых ветеранов, будут свято беречь и приумножать славные боевые традиции войск, неустанно повышать боевую готовность и профессиональное мастерство. История отряда началась в самое неспокойное для страны время – март 1993 года. Тогда чувашские соборовцы выезжали едва ли не на каждое ЧП, задерживали бандитов, наркоторговцев, воров в законе, изымали незаконно хранящееся оружие и брали с поличным коррумпированных чиновников. Это кадры оперативной съемки реального задержания, ни одного лишнего движения или намека на суету. Главное оружие соборовцев – внезапность и четкая расстановка на местах. Только больной человек не боится. Мы его просто умеем преодолеть, только преодолеть страх. Много наших сотрудников, пришедших в отряд, горят желанием быть нужными для людей, болеют душой за всех людей нашей России необъятной. Поэтому мы ездим в коммунировки по разным уголкам нашей страны, где-то отлавливаем преступников, где-то боремся к страницам терроризмом. Течня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария – они не пропустили ни одной контртеррористической операции на Северном Кавказе. Месяц сами пропадали в горячих точках. Двое чувашских сотрудников из Осимбашкиров и Андрей Доманников погибли, сражаясь с боевиками. 30 соборовцев получили контузии и ранения. Отличившимся сотрудникам как нынешним, так и ветеранам Михаил Игнатьев вручил заслуженные медали, благодарности и почетные грамоты. Самое, что было, наверное, серьезное в нашей жизни, в фильме показывали, мы 10 дней провели в окружении в городе Гудермес, в здании же там, около ЖД вокзала, когда Радуев там с боевиками, более 2,5 тысяч захватил город Гудермес, и в течение 10 дней нам приходилось отражать нападение. Было очень много раненых, контуженных, ребят погибших. И сегодня соборовцы на переднем фланге борьбы с преступностью. Для них закон превыше всего. Продолжение следует...